Еще до того, как шасси белорусского борта номер один коснулись земли, китайские журналисты уже назвали нынешний визит удачным. Дело в том, что для Александра Лукашенко это девятый визит в Канейр. А здесь девятка сакральная цифра. Ее называют символом вечности. Конечно, до вечной дружбы 25-летним дипломатическим отношениям Минска и Пекина еще далеко, но фундамент страны заложили на годы вперед. По итогам 2015-го Китай вошел в тройку основных торговых партнеров в Беларуси с товароборотом выше 3 миллиардов долларов. Взаимная торговля прибавила почти 100 миллионов долларов к 2014-му. И все за счет белорусского экспорта. Отношения Минска и Пекина подкреплены личной дружбой Александра Лукашенко и Си Диньпина. В 2015-м году они виделись дважды, и многие проекты обсуждают лично. От совместного производства в Беларуси легковых автомобилей до деталей создания индустриального парка «Великий камень». Если раньше Китай мог похвастать лишь самым большим населением в мире, а позже и самой большой армии, то теперь новости со словом «самые» приходят из этой сверхдержавы фактически каждый месяц. Самый большой радиотелескоп площадью в 30 футбольных полей. Самый высокий навесной мост 570 метров над уровнем моря. Это только то, что появилось в сентябре. Что же касается экономики Беларуси, то здесь особую роль может сыграть самый большой инвестиционный потенциал нашего стратегического партнера. Это новая экономическая концепция двусторонних отношений. Суть в том, что для Беларуси теперь в приоритете не китайские кредиты, а инвестиции. Речь идет и об открытии производств с нуля, и о создании совместных предприятий, и о вхождении китайского бизнеса в белорусские компании. На переход от кредитов к инвестициям рассчитан и указ президента, который он подписал накануне визита в Пекин. Документ направлен на реализацию совместных проектов в энергетике, автомобилестроении, а также целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях. В указе также определен перечень организаций, которые смогут привлекать для работы над инвестиционными проектами в Беларуси иностранцев. Уточнен порядок реализации отдельных проектов. В рамках предстоящего визита главы государства будет подписываться ряд документов, в их числе соглашение о порядке взаимодействия в создании китайско-белорусского инвестиционного фонда между китайской компанией Citi Construction, Министерством финансов и Беларусьбанком. Также будет подписан меморандум с Эксимбанком Китая о льготном кредитовании пяти проектов в области машиностроения и АПК. Кроме того, Эксимбанк, а это одна из крупнейших финансовых структур в КНР, готов на выгодных условиях кредитовать китайских бизнесменов, если они будут инвестировать в Беларусь. Причем такое финансирование может измеряться в миллиардах долларов. Точная цифра, вероятно, прозвучит завтра. Что касается вложений инвестиций, есть, например, предварительные договоренности по совместным производствам с участием МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша и китайских компаний Зумлион и Вейчай. Кроме того, выгодные контракты вскоре могут появиться и с третьими странами, которые участвуют в проекте экономического пояса «Шелкового пути». В начале сентября мы присоединились к Международной торговой палате «Шелкового пути». Эта палата объединяет порядка 40 государств сегодня, заинтересованных и участвующих в этом проекте. Сегодня это фонд «Шелкового пути» примерно в один миллиард. И сегодня мы готовы открыть доступ к этим финансовым ресурсам белорусских партнеров. В общем, это новые такие темы, направления, которые, безусловно, повлияют на развитие наших отношений. Новые проекты партнеры обсуждали на прошлой неделе в провинции Синьдзянь, где белорусы стали почетными гостями Экспо Китай-Евразия. А в городе Урумщи прошел китайский белорусский бизнес-форум. Региональное сотрудничество – это те самые точки роста, на которые партнеры делают ставку. Беларусь открывает генеральное консульство в 10-миллионном Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, которая по экономической мощи уже обогнала передовой Сингапур. Хорошие перспективы для Беларуси намечаются и в экспорте продовольствия. В ноябре месяце мы ждем, что мы получим разрешение на поставки мяса птицы, мяса говядины, мяса свинины. Таким широким ассортиментом можем зайти на китайский рынок. В результате поставлена задача, в 2020 году выйдет на полтора миллиарда долларов США. Поэтому будем стараться эти цифры справиться. Все то, что можно произвести в Беларуси, которое будет востребовано в Китае, не ущемляя интересы нашего внутреннего продовольственного рынка, будем, безусловно, поставлять на китайский рынок. Уже завтра переговоры проведут Александр Лукашенко и Си Диньпин. По их итогам, как ожидается, будут подписаны около 30 соглашений. Причем встреча в широком формате будет с ярким привкусом молока. Накануне Китай открыл свой рынок для 34 белорусских предприятий молочной отрасли. Контролеры из китайского госстандарта долго и скрупулезно изучали ведущие молокозаводы Беларуси. И в отличие от российских коллег, признали соответствие продукции самым высоким стандартом качества. Дмитрий Семченко, Александр Зонов, ОНТ, Китай.